Кубок России по хоккею с мячом проходит в Хабаровске. Накануне в арене «Ерофей» состоялись первые игры турнира. В числе команд, которые уже приняли участие в четвертьфинале, «Сканевтяник». Подробнее о матче хабаровских армейцев в нашем следующем сюжете. Первый день четвертьфинальных матчей Кубка России по хоккею с мячом Хабаровский «Сканевтяник» скрестил клюшки с Ульяновской «Волгой». Впервые после ковидных ограничений наблюдать за противостоянием команд в арене «Ерофей» смогли все желающие. Я ожидаю самой лучшей игры, самой яркой. Соскучились, давно команду не видели, поэтому пришли поболеть, уверены, что мы возьмем Кубок. Только победы, только вперед, только чемпионство, остального не ждем. Инициативу в игре «Сканевтяник» взял в начале матча. На шестой минуте нападающий Владимир Каланчин открыл счет. А к середине первого тайма в воротах «Волги» побывали пять безответных мячей. И в атаке хозяева Никита Иванов, Каланчин, гол! До перерыва соперник ответил одним голом. Армейцы были наказаны за нарушения в своей штрафной зоне. Второй период также закончился результативно для хабаровчан. Итог встречи 14-2 в пользу хабаровской команды. Это был наш первый официальный матч. Много новых игроков, которые не играли еще в хабаровске за этот клуб. Так же, как и я, как и новый тренер. Так что много было нюансов, которые мы понимали, мы столкнемся. Но я считаю, мы справились сегодня хорошо. «Сканевтяник» оправдал свой статус одного из главных претендентов на победу в Кубке России. По числу завоеванных побед в финалах российского турнира армейцы уступают только действующему обладателю трофея – московскому «Динамо». Кстати, столичная команда 15 сентября проводит свой четвертьфинальный матч против еще одного принципиального соперника хабаровчан – красноярского «Енисея». На Кубке достаточно сильные команды собрались. Это и «Динамо», и «Водник», и «Енисей». Но, тем не менее, наши команды не раз доказывали о том, что мы способны их побеждать. Главный трофей турнира уже прибыл в Хабаровск. Он выставлен на втором этаже «Арены Ерофей». Борьбу за Кубок России «Сканифтяник» продолжат в полуфинале с Иркутской Байкал-Энергией 17 сентября в 13.00. Финальная игра состоится на следующий день.